Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик и сегодня мы с вами поговорим на тему о том, что иногда бывает такая ситуация, что имущество, приобретенное во время брака, не является совместно нажитым имуществом. Но вот существует сегодня еще категория граждан, которые твердо уверены, если право собственности на недвижимое имущество зарегистрировано в период брака, то оно бесспорно является совместно нажитым имуществом, а значит подлежит разделу. И вот никакие, так сказать, обстоятельства уже для этого не имеют значения. И переубедить их в этом не может даже суд. Ну вот расскажу случай, так сказать, из своей практики. Ко мне пришла женщина, которая попросила оценить перспективы апелляционной жалобы. Ее бывший супруг подал на решение суда апелляционную жалобу. Когда я проанализировал документ, я понял, что у предъявленной апелляционной жалоб перспектив нет, не удовлетворит ее суд. Так вот, суть иска следующая. В период брака, ну читаю апелляционную жалобу, супругу переобрели квартиру. Так как квартира была приобретена в период брака, как пишет супруг, да, то она является совместно нажитым имуществом и подлежит разделу вот 50 на 50. В этой ситуации действительно, да, квартира была приобретена в период брака. Но если разбираемся и смотрим уже детали, то вот как-то все видится уже по-другому. Вот в этой ситуации сама сделка купли-продажи квартиры была действительно зарегистрирована на следующий день после регистрации брака. Но смотрим документы и видим, что на самом деле подготовка к этой сделке, да, осуществлялась до заключения брака. Супруга реализовала принадлежащую ей квартиру в другом городе. Из этой суммы она внесла предоплату, оформила кредит, ипотеку, да, и окончательный расчет по этой квартире был произведен уже после уже зарегистрированного брака. Ну а само право собственности на эту квартиру было зарегистрировано после заключенного брака. Но кроме того, да, бывший супруг утверждал, что он со своей бывшей супругой еще жил обычной семейной жизнью до фактического заключенного брака. Фактически заключенного брака. Ну, в так называемом гражданском браке. Кредит по ипотеке, сказал супруг, да, они потом гасили вместе. Поэтому и квартиру за приобретенные вот эти вот денежные средства необходимо было разделить пополам. Ну вот суд не поддержал требования истца бывшего супруга, да, и отказал в иске о признании приобретенной квартиры совместной собственности и по следующему разделу 50 на 50. А вот по поводу погашения кредита по ипотеке суд сказал, что лицо фактически участвующее в возмещении кредита, полученного иным лицом вправе претендовать на уплаченные им денежные средства. Однако не вправе претендовать на вещи, которые были приобретены за счет такого кредита другим лицом и взыскал супруги, уплаченные им, бывшим вот супругом, да, денежные средства в счет ипотечного кредита. То есть еще раз, квартиру разделить было нельзя, а вот кредитные долги, да, суд здесь, так сказать, встал на сторону супруга и взыскал с бывшей супруги вот эти денежные средства, уплаченные в счет, так сказать, кредита. Ну, я проанализировал эти документы и сообщил, что суд вынес законное и обоснованное решение. В рамках последующего обжалования решение, скорее всего, устоится. Ну, что и показала последующая, так сказать, судебная практика по этому делу, да, последующие судебные рассмотрения. Прошло время суды вышестоящих инстанций оставили в силе первоначальное решение суда об отказе в признании права совместной собственности на квартиру за обоими супругами. Будьте внимательны и знайте, что не всегда имущество, приобретенное в период брака, становится совместно нажитым имуществом. А на этом у меня все. Всем удачи и пока. Не попадайте в такие ситуации. Не ссорьтесь со своими бывшими супругами. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик. Субтитры сделал DimaTorzok